А вокруг курящего пустота. Вот композиция тебе. Вот тут они все вместе, мама, папа. И дождевы растут. Бабушка, ты трое детей просишь. Они на него показывают наоборот. А вокруг нас больше берем. Активный человек, увлеченный спортом или прогулками с домашним питомцем. Таким представляет детям мир без вредных привычек. В сентябре в рамках антинаркотического месячника администрация округа провела традиционный конкурс детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни». Участники – школьники, воспитанники муниципальной художественной школы и Щелковского колледжа. Витамины, какое-то солнышко, какие-то поляны. Мы постарались максимально приблизить эти рисунки к тем, которые многие хотели бы видеть в своих семьях. И это было очень здорово. В жюри конкурса представители администрации округа, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Щелковской городской прокуратуры, управления МВД России и Щелковская. Три номинации – оригинальная идея, креативность, творческий подход и столько же возрастных групп. Возраст участников – от семи до шестнадцати. Сколько рисунков – столько же идей. О, как оригинальный, да? О, Лемочка. Выбрать было достаточно сложно, потому что дети проявляли творческий подход в каждом рисунке. Дети проявляют желание заниматься спортом, желание приобщаться к здоровому питанию. Дети проявляют именно любовь к здоровому образу жизни, что, естественно, искренне выражается в этих рисунках. Если быть на игле, то только от рапиры, подписал свой рисунок Тимур Курсабаев. Тема здорового образа жизни – поле для детского творчества поистине безграничное. Жюри оценило не только композицию рисунка, технику исполнения, но и саму идею. Словой подтекст вот здесь мне понравился. На палитре вот у нас. Так, значит, вот это берем. Так, ну хочешь кисточку, так в свою жизнь я его прошу. Креативность, да? Да. Или на креативность вот это, а это на оригинальную идею. В прошлом году было 100 работ, позапрошлом – 70. Интерес детей к данному конкурсу с каждым годом растет. Рисуют ученики общеобразовательных школ, и уже второй год подряд у нас в конкурсе участвуют, причем с большим удовольствием, и активно участвуют студенты колледжа нашего Щелковского. Призовые работы, самые лучшие, мы используем для изготовления календарей, плакатов, которые также раздаются обучающимся в школах во время различных антинаркотических акций. В результате отобрано 9 работ победителей. Еще 7, не вошедших в число призеров конкурса, будут поощрены грамотами за участие. Их, как и дипломы, по традиции вручат в торжественной обстановке. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.